Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами Ирина Кузина. Смотреть на мир здоровыми, ясными глазами – это главная тема этой программы. Разрешите, прямо сейчас я представлю наших уважаемых гостей. Сегодня к нам в студию пришли Ирина Сергеевна Л.Айди, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, высшей категории, лазерный офтальмохирург. Здравствуйте, я очень рада вас видеть снова в программе. Здравствуйте. Сегодня к нам в студию пришла Ирина Валентиновна Морозова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, высшей категории, лазерный офтальмохирург. Я очень рада, что вы пришли к нам. Здравствуйте. И сегодня впервые мы с вами знакомимся в эфире. К нам в студию пришел Юрий Николаевич Еланский, врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург. Здравствуйте. Наши дорогие теперь друзья представляют клинику современной офтальмологии имени Натальи Ивановой. Я очень рада вас всех видеть в нашей студии. Как только прошла программа прямой эфир, мы получили ряд вопросов от наших слушателей, зрителей, читателей, в том числе и сайта Panorama Pro. Мы собрали этот список и в течение всей программы я буду вам задавать. Но для того, чтобы снова войти в курс дела, мы должны с вами понять, почему мы теряем зрение. И самый первый мой вопрос. Вам, дорогие гости, кто начнет? Давайте я начну. На самом деле причин потери зрения много. Их можно разделить на возрастные причины. Это катаракта, глаукома, какие-то общие заболевания, тоже связанные с возрастом, которые откладывают свой отпечаток на органе зрения. Скажем так, травмы тоже часто связаны. Потери зрения связаны с травмами. Какие еще? Помогайте. Ну, все правильно. Орган зрения, собственно, это сложная очень система оптическая. Она имеет линзы, так сказать, которые фокусируют лучи света на сетчатку глаза. То есть, как сказала Елена Сергеевна, действительно может быть помутнение хрусталика. Это основная линза, которая собирает лучи света на сетчатке. Вот катаракта. Могут быть заболевания сетчатки. Они могут быть наследственными заболеваниями и в детском возрасте могут быть. Они могут быть связаны с возрастом, как возрастная дистрофия после 50 лет. Дегенеративные заболевания. Заболевания, связанные с сетчаткой, связанные с общими заболеваниями, с общими проблемами. Это диабет, диабетическая теснопатия, это гипертония, множество. А лидируют все-таки какие заболевания? Скажите, пожалуйста, наверное, все-таки я вопрос Юрию Николаевичу задам. Одним из основных лидирующих заболеваний в нозологии глаз является катаракта. Катаракта, как уже сказали, это помутнение хрусталика. Хрусталика это линза, которая располагается сзади радужной оболочки и проецирует изображение на сетчатку. Если происходит помутнение хрусталика, мы видим такие симптомы, как снижение зрения, снижение яркости. Происходит затуманивание, ясность снижается, уменьшается четкость, размываются границы. Происходит частая смена очков. Иногда мы видим при набухании катаракты миопизацию как таковую. То есть у человека есть очки плюсовые, у него происходит набухание катаракты, человек снимает очки и начинает видеть хорошо. Как-то приходит вблизи. И кажется, вроде бы проблема решила. Приходит человек ко мне такой и говорит, доктор, я прозрел. Я снял очки, читаю без очков. Я ему говорю, здравствуйте, у вас катаракта, я вас поздравляю. Они говорят, как так, вы меня еще не смотрели. Я говорю, я и так. И действительно, через некоторое время, очень короткий человек полностью слепнет резко. Поэтому надо обращаться к врачам, к офтальмологам особенно, к офтальмохирургам, для того, чтобы поставить диагноз, в какой степени является зрелость вашей катаракты. Есть что добавить? А вот смотрите, вот, например, мы получили обращение от наших телезрителей, как можно снизить глазное давление в домашних условиях, без вмешательства врача. Вот, например, вот есть такой вопрос. Вообще, можно ли этот вопрос решить самостоятельно? Просто прийти в аптеку, проверить зрение, ну, и тут же заказать очки. Ну, как-то вот, мне кажется, так большинство поступает людей. Да, вопрос серьезный. По поводу глаукома. Глаукома – это заболевание, которое ведет, в общем-то, к потере зрения, необратимой потере зрения. Особенно, если ей не заниматься и не лечить правильно, постоянно не наблюдаться. Давление глазное, ну, глаз как полый орган, как мяч, допустим, футбольный, имеет определенное давление. Есть давление низкой нормы, среднее, высокое. Оно варьирует, ну, от 11 мм, если пневматонометром мерить, до 24 мм. Это от многого зависит, от толщины роговицы, от гемодинамики. И существует понятие давления цели или толерантного давления. То есть для каждого человека нормальное давление, когда мы лечим глаукома, мы знаем, какое оно должно быть. Причем при третьей стадии глаукомы лучше, чтобы оно было и совсем пониже бы. Здесь можно ответить, каким образом. Как не провоцировать повышение давления глазного? Поменьше соленого, копченого. Не спать лицом вниз, не носить воротники с галстуками, очень тугие. Длительный трус на клон головы вниз может провоцировать внутриглазное давление. Парная, парится в бане, тоже повышение венозного давления. А внутриглазная жидкость растекает в систему венорбиты. Определить давление ваше и предпоставить диагноз глаукомы может только врач, используя определенные приборы. От простого тонометра до серьезных приборов, которые сейчас есть, в частности у нас в клинике. Это в первую очередь оптический коверентный томограф, который позволяет измерить толщину нейроглии, то есть нервных волокон вокруг зрительного нерва в макулярной зоне, и следить, чтобы толщина в микронах этого слоя нейроглии не уменьшалась. Сейчас уже никто не ждет, когда глаукома сузит поле зрения дотрубочного или снизит зрение до того, чтобы пациент видит только шея Б или шея Б плохо видит. Когда он идет, он должен посмотреть, куда пойти, а потом направление движения. Сейчас смотрят по толщине нейроглии, это оптический коверентный томограф. Второе — это определение светочувствительности. У нас тоже есть аппарат «Октопус», который позволяет в децибелах посмотреть реакцию глаза на световые импульсы. Если повышается чувствительность к световому потоку, то это тоже говорит о том, что страдает нейроглия. Поэтому здесь вопрос, как не провоцировать глаукому. После 40 лет все должны обследоваться на глаукому. Бывает, конечно, глаукома и раньше, бывает и врожденная, бывает и пигментная, связанная с подвывихом хрусталика. Когда хрусталик выбивает из радужки пигменты, забивается пути оттока жидкости глаза. Но чаще всего это заболевание наследственное. Кто-то был такой, бабушка, дедушка, отец и мать. И после 40 лет мы у всех подозреваем глаукому, а у кого подозреваем, уже прицельно начинаем обследовать. Допустим, программа у нас очень хорошая есть на «Октопусе» «Пульсар». Она занимает минуту, и она позволяет понять, все-таки вычислить, есть проблемы или нет. И дальше уже углубиться в нее. Вы сказали, порог 40 лет. Это возраст, когда нужно абсолютно каждому прийти к доктору и проверить свое зрение. К тому же начинается нарушение аккомодации. Хрусталик становится более плотным. А при нарушении аккомодации, когда хрусталик уже не работает, хрусталик при аккомодации, когда мышцы хрусталика напрягаются, он становится более толстым, чтобы собрать лучи света, расходящиеся. И вдаль она дезаккомодация. И при этом происходит улучшение оттока жидкости из глаза. Если хрусталик перестает уже к 40 годам нормально работать, как он должен, то тогда быстрее проявляется глаукома. И подбирается определенный режим миотический. Капли очень серьезные, которые влияют на выработку антрактозной жидкости, на улучшение ее оттока. Подбирается индивидуально. И еще каждые два года бывают меняем капли, потому что происходит определенное привыкание. Глаукому можно только серьезно наблюдать у врача. Это очень серьезное заболевание, которое к слепоте ведет. К сожалению, не к сожалению, а к радости. Хотя вот можно не дожить до слепоты. Но если не заниматься прицельно глаукомом, очень хорошо, это очень плохо. Тоже хотела бы сейчас немного прерваться, потому что у нас следом идет реклама, а через некоторое время мы обратно вернемся к нам в студию. Дорогие друзья, реклама закончилась, а мы снова встречаемся в студии. У нас сегодня клиника современной офтальмологии имени Натальи Ивановой. Ну что же, продолжим наш разговор. Ирина Сергеевна, Вам есть что добавить? Я хотела сказать, что аппарат «Октопус» с его программой «Пульсар» это такой аппарат, который незаменим при диагностике ранней глаукомы и при наблюдении за ней, за ее течением, как вообще она себя ведет у конкретного пациента. И мы прям очень рады, что у нас есть такое оборудование. Как мы раньше без него жили, на самом деле это очень облегчает работу врача с пациентом и очень достоверно позволяет нам наблюдать за течением этого коварного заболевания. И если у человека по наследству плохое зрение, значит ли это, что с самого рождения за ребенком нужно наблюдать? И вообще по поводу детей особое внимание хотелось бы уделить? Ну, по поводу детей, да, конечно, особое внимание нужно. Детей смотрят на анатолога, врач-офтальмолог при рождении. Здесь можно определить, конечно, грубую патологию какую-то сразу же. Это, допустим, мутный хрусталик белого цвета зрачок, это врожденная глаукома, буфтальм, глаза увеличены, слезятся, может быть, уже даже изменение роговицы, есть помутнение роговицы, хотя это при ультразвуке можно уже, допустим, буфтальм определить. Потом нужно смотреть ребенка от двух до четырех месяцев. Здесь выявляется, есть такое нехорошее заболевание, опухоль ретинобластома, значит, можно ее найти. И опять же определить катаракту. Если найти катаракту, ее нужно оперировать как раз в два-три месяца. Бывает и раньше оперируют, если находят. Потому что ребенок, когда открывает глаза, начинает засвечиваться сетчатка, это как фотопленка в фотоаппарате, сетчатка, она на дне глаза. Лучи света собирают роговица, хрусталик, проходят через стекловидное тело, это оптическая зона глаза, и попадают на сетчатку. Уже начинается засвет сетчатки, и импульс идет в головной мозг для, так сказать, анализа, в зрительную кору головного мозга через достаточно сложную систему зрительного анализатора, внутричерепные пути зрительного анализатора. И поэтому ребенок с первых месяцев в дни жизни должен иметь хорошие глазки. И в 21 веке можно это, конечно, сделать. В 2-4 месяца смотрят детей, находят, если есть врожденная близорукость, уже сразу же назначается даже и коррекция довольно рано. Потому что ребенок, если он плохо видит, он будет хуже развиваться. Через длительный анализатор получаемо 90% информации. И если он будет лучше видеть в очках, он с удовольствием будет их носить даже, потому что он хочет мир познавать. Потом нужно смотреть ребенка при поступлении в детский сад и в школу, и каждый год еще в школе. Нужно заметить, допустим, что могут заметить родители. Ребенок стал щуриться ближе, подходить к телевизору, например. Не узнает, тетя пришла, но тетю не узнал. Как-то так. Косоглазие тоже может навести. Расходящие в сторону глазика убегают, или сходящиеся к косоглазию. Глазки слезятся, красные. То есть нужно, света боится, здесь нужно обращаться, конечно, к врачу. И у нас есть очень хорошее детское отделение, вот Ирина Сергеевна, наверное, скажет тоже. Значит, можно лечить слабовидение, можно назначать линзы иначенные для улучшения, для остановки близорукости. И контактные линзы подобрать, если очки не переносит ребенок. Бывает такая оптика, один глаз с плюсом, другой с минусом. Здесь очки не подберешь. Разница не должна превышать 2 диаптрии в очковой коррекции. Здесь работа сложная детского офтальмолога. У нас есть машины для лечения амблиопии. Вот амблиотрон, да? Да. Кроме амблиотрона, еще аппарат Элот, инфракрасное, излучение улучшает. И вот смотрите, я немного вас прерву. Все-таки тоже есть один вопрос. Что предпочтительнее в подростковом возрасте? Линзы или очки? Давайте, Ирина Сергеевна. Стандартно мы все-таки начинаем с очков. Подбираем подростку очки, и дальше мы наблюдаем за ним. Прогрессирует ли, ну, допустим, если близорукость, да, прогрессирует ли она или стоит на месте. Если прогрессирует, здесь тоже варианты. Можно назначить перифокальные очки. Это такой особый вид очков, который помогает приостановить прогрессирующую близорукость. Или же мы переходим на линзы. В линзах, конечно же, удобней подростку, потому что обзор совершенно другой, да. То ли дело очки с оправой, которые как-то вот ограничивают вот этот вот, как сказать, обзор, да, или контактные линзы. Но сейчас подростки ведут достаточно такой активный образ жизни. Они занимаются в бассейнах, занимаются спортом. И в линзах, конечно, не совсем удобно. Часто приходят на приемы, говорят, что я играл в волейбол, у меня линза там вылетела. Ну, или еще какие-то там ситуации. Тогда мы говорим, что у нас есть ночные линзы. Это такие линзы, которые подросток одевает ночью, ложится в них спать, утром встает, снимает, и у него хорошее зрение, которое сохраняется до следующей ночи. Это позволяет ребенку активно заниматься спортом, в общем-то, очень хорошо себя чувствовать, комфортно, потому что некоторые же и стесняются очков. Есть такой, да, у нас момент. И в то же время ночные линзы – это очень надежный способ приостановления, прогрессирования заболевания. А вы все работаете с детьми? Нет. Кто-то есть у нас в студии? Чем вообще отличается работа с детьми и со взрослыми? Ваши наблюдения какие-то есть? Детский офтальмолог – это вообще отдельная история. У нас в клинике есть детское отделение, где работают 4 детских офтальмолога. И вообще эти потоки у нас разделены. Мы все-таки со взрослыми занимаемся. Вот. Ну, кстати, в детском отделении, я хочу сказать, я раньше была детским офтальмологом, немного знаю, работала в областной детской больнице. Да, конечно, особенности есть, очень большие. И здесь нужно, кроме очень хорошего внимания, и чтобы найти, нужно контакт с ребенком. С его родителями. Да, с его родителями тоже. Но здесь нужно еще оборудование, конечно. Вот сейчас у нас в клинике есть аппарат, с помощью которого можно определить оптику у ребенка, который сидит у мамы на руках. То есть мы можем сфотографировать это все, сделать специальным аппаратом, вот таким авторефрактометром, который работает дистанционно, и посмотреть, у него нормальная оптика. Допустим, у ребенка до 7 лет может быть плюс 0,5, там плюс 0,5, или может у него минус 0,5, минус 5 диаптрии оптика. И уже понять, кто перед нами. Близорукость, астигматизм, дальнозоркость. И уже начать коррегировать это все. Понимаете? И аппараты для лечения слабовидения, для лечения косоглазия. Это целый комплекс, так сказать, аппаратов, которые располагают клиник Атикс. Но я вот слушаю вас, понимаю, что вы человек с опытом. То есть вы понимаете, что происходило у нас в областной столице на протяжении многих лет? Какие клиники появлялись? Какая была ситуация? И что мы сегодня видим на рынке? Потому что наверняка те, кто нас сейчас смотрит, они, наши зрители, хотят задать вопрос, как понять, кому идти лечить глаза? Оснащение. В первую очередь оснащение парк-машин, которые позволяют диагностировать патологию и тут же ее пролечить. Уже сейчас, я помню, нас учили обратной офтальмоскопии, смотреть глазное дно. Сейчас все совсем другое. Есть бинокулярные офтальмоскопы, которые позволяют посмотреть сетчатку, так сказать, и в проекции. И есть щелевые лампы с высоким разрешением, которые позволяют с помощью специальных линз осмотреть периферию, центр сетчатки, найти разрывы и проблемы, и тут же их пролечить. Есть аппараты, которые позволяют получить срез сетчатки, гистограмму, сагитальный срез, срез плоскостной, изучить все ее слои, поставить диагноз и тоже пролечить. Это оптическая гаориентная томография. Сейчас мы, кстати, получаем, кроме оптического гаориентного томографа 2000 флюорес-плюс флюоресентной ангиографии, он у нас уже с 2013 года, мы получаем сейчас аппарат Тритон-Топкон, который позволит делать ангиографию, то есть цифровую. Самую последнюю модель. Да, самую последнюю модель. То есть мы будем, допустим, пролечивать сетчатку при возрастной макулиарной дистрофе лечить мембраны сосудистые и смотреть, как они уменьшаются, сосуживаются, вот так сказать, прямо ангиосит, так называемая. Ну, вы говорили о том, что у вас огромный лазерный парк находится, Лазерный парк, очень любимое слово, да. А как правильно подобрать ту операцию, которая необходима с помощью этих лазеров? Лазеры у нас очень разные. На каждое заболевание можно сказать свой лазер. Юрий Николаевич у нас занимается лазерной экстракцией катаракты. Ирина Валентиновна у нас лечит сетчатку, глоукому лазером рефракционной хирургии. Вот тоже мы, да, на лазерах это все осуществляем. У нас два рефракционных, два лазера, участвующих в оксимерлазерной коррекции, скажем так. Боже мой! Да. Один лазер у нас формирует флэп, другой лазер у нас непосредственно корригирует рефракционные нарушения. Какие еще у нас лазеры? Терапевтические у нас лазеры есть. Это вот в детской клинике. Да, в Караслуте начинала говорить. Улучшают обменные процессы в целярном теле, кровообращении, снимают напряжение аккомодации. Время восстановления какое сейчас дается, например, может нам ответить Юрий Николаевич? Время восстановления после операции. После экстрасии. выпал из-за боли, ему нужно быстро вернуться. Он хотел остановиться к тому, как работает наша клиника, как ведется прием изначально. конечно. Человеку, чтобы потратить полдня для того, чтобы 3-4 часа, чтобы сделать себе операцию. Так мало времени. Сама операция идет в течение 10-15 минут. Сама операция просто при поступлении к нам при регистрации больного проводится полное обследование глаза. Сделается УЗИ глаза, измеряются все размеры, подбирается хрусталик. Какой хрусталик МПО-диоптерийности нужен обязательно. После этого я как хирург разговариваю с больным, с пациентом нашим, и мы выясняем, какой именно хрусталик он собирается приобрести, выбрать. Либо это асферичный монофокальный хрусталик, либо это мультифокальный, трифокальный, или ему нужен другой какой-то хрусталик определенный. И в зависимости от этого хрусталика мы, естественно, ставим этот хрусталик, какой он выбирает. Сама операция идет под подготовкой прямо у нас, то есть мы закапываем капли, никаких сложных уколов больной не получает. Анестезия у нас тоже капельная, и во время операции больной просто с нами разговаривает, операция идет в течение 10-20 минут. Все зависит от того, от степени плотности хрусталика. Я еще раз хотел бы обратиться к зрителям и к пациентам в нашем будущем к тому, чтобы они не ждали какой-то зрелости катаракты. Я уже 30 лет оперирую катаракту, и 30 лет всем говорю всегда, не ждите. Катаракту нужно оперировать на ранних стадиях, когда она не зрелая, когда человек еще видит 4-5 строчек даже. К нам приходят люди, оперируются, когда видят 8 строчек. Сейчас показаний для оперативного лечения катаракты медицинских практически нет. Понимаете, можно удалять даже немутный хрусталик. Прозрачный хрусталик мы иногда удаляем с рефракционной целью. Также ведь есть профессиональные показания, когда человек является водителем, стрелком, летчиком. Очень много людей, которые профессиональные и всем людям нужно иметь хорошее зрение, чтобы не быть социально опасными для других людей, чтобы не знали, как проходить дорогу в том месте, где-то нужно помогать. Поэтому мы должны наших пациентов оперировать на ранней стадии и давать им яркую, хорошую, многогранную, красочную жизнь и продлить их трудовую деятельность, продлить на сколько они могут работать физически. Когда они выходят от вас? Они идут работать и счастливы. А потом вы в течение определенного времени идете... Да, вот я не сказал, потому что мы оперируем, они приходят, смотрятся, и мы отпускаем, и в течение месяца они капают капли, и все. Каких-то больших ограничений нет вообще. Мы говорим, что там не распаривать глаз, бассейн ограничить, вот это. А так в принципе человек через час может вставать на голову, ничего не выпадет никогда. люди боятся наклоняться, нет, бояться этого не надо, никакие наклоны, никакие там, что-то еще не повредит. Если правильно поставлен хрусталик в сумку, именно в ту, которую надо поставить, хрусталик не выпадет никогда. Хотел бы добавить, можно немножечко? Юрий Николаевич тут произнес такие страшные слова, монофокальный хрусталик, мультифокальный хрусталик, да, просто чуть-чуть. не объяснил, я ушел. Если я объясню, физиологичное зрение после 40 лет у человека таково, что мы вдаль хорошо видим, а вблизи уже зрение немножечко ухудшается, и мы переходим на плюсовые очки. Так вот, монофокальный хрусталик, он имитирует именно вот такое вот наше физиологичное зрение, то есть, когда Юрий Николаевич удаляет катаракт, то есть, ставит монофокальный хрусталик, пациент начинает очень хорошо видеть вдали, вдаль, и читает в плюсовых очках, на близком расстоянии, я имею ввиду, но есть и хрусталики у нас премиум-классы, это мультифокальные хрусталики, которые имитируют зрение, скажем так, молодого глаза, когда мы вдали видим хорошо, и вблизи видим отлично, и пациент абсолютно независим от очков. Значит ли это, чем дороже услуга, тем она более высококачественная? В данном случае, да, и всегда так. Чем дороже хрусталик? Примите, операцию, я перевел операцию, мы делаем, я делаю одинаково, без разницы, но именно какой хрусталик выбрал, от этого и зависит цена, то есть как покуп какой-то вещи себе вы покупаете, вот вы покупаете себе красное платье купили, оно дорогое, красивое, если будет другой, другая цена водит, так и здесь, вы просто выбираете какую-то вещь, которую ставить себе на всю жизнь, хрусталик работает сто лет, это один раз поставить в жизни. Очень классная информация, но вот еще вот от читателя панорама проб пришла какая новость, значит моему мужу 45 лет, недавно проверил зрение в одном из салонов оптики, как выяснилось у него катаракта, врач выписал лишь витамины, вот как прокомментируете и можно ли предотвратить заболевание этими витаминами, а может быть нужно уже операционным путем решать проблемы. Ну вот в связи с... Да, конечно, конечно. опираясь на мой опыт 30 лет я в своей жизни операционной ни один раз не выписывал витаминные капли. Почему? Потому что я видел больных, которые капали и 5-10 лет эти витамины капли, потом я их оперировал с этого опыта. Также есть люди, которые не капали и у них начальный катаракт сохраняется также 5-10 лет и не видят прогресса, то есть не прогрессирует заболевание. То есть мы никак не можем здесь соединить консервативное лечение с прогрессированием заболевания. Никак. Витамины капли не помогают наношить. Здесь я хотела бы сказать, что катаракта бывает допустим врожденная, как мы говорили у детей, она сразу же хирургически лечится. Есть катаракта старческая или возрастная. Вот в 40 лет немножко рановато получить возрастную катаракту, старческую, серую, как типичную катаракту. Надо смотреть, какая катаракта. Если это заднекапсулярная мутная капсула хрусталика, в 40 лет нужно искать причину, искать, исключить сахарный диабет, который может привести к катаракте, исключить глукому, заболевание сетчатки в первую очередь. Вот после на 6-7, даже в 10-8 возрастная катаракта не вызывает, так сказать, вопросов, почему она появилась. очень часто бывает катаракта, ну не часто, но бывает катаракта, так называемая дерматогенная у пациентов с заболеванием кожи, нейродермит, экзема, псориаз. Дело в том, что хрусталик, вот такое интересное образование, это образование как бы эктодермальное, из эктодерма, из мезодермы мышцы, кости, ну не суть, там из нейроэктодермы сетчатка, мозг, а эктодерма это кожа, слизистые волосы, ногти, и представляете, хрусталик. Значит, если больна кожа, в 30-35 лет можно получить катаракту дерматогенную, нужно ее будет, так сказать, убирать, она будет мешать качеству жизни, причину нужно искать. Вот, Ирина Валентиновна, вы сказали про серьезный возраст, 75+, как решиться на операцию, и многие спрашивают уже, находясь на пенсии, не повредит ли это их здоровью, состоянию общего? Как вы думаете? Ну, опять Юрий Николаевич, наверное, 15 минут работы. Вы знаете, возраст никак не влияет на операцию, и операция никак не влияет, да, я понимаю, о чем вы говорите, операция проходит, она малоинвазивная, она проводится, либо, как проходит операция, то есть делается прокол в роговице 2 мм, через этот прокол мы вводим аспирационный, ирригационный наконечник, лазером или ультразвуком удаляем хрусталик, разрушаем и аспирируем его, также через этот прокол вставляем в инжектор мягкий хрусталик, и также имплантируем внутрь, все это происходит за 15 минут. Мы оперировали больного в 95 лет. Может быть, есть какие-то особенности в подготовке пациента? Нет, никаких. Ну, это уже соматические заболевания, есть сопутствующие какие-то, конечно, мы их корригируем, еще просим пройти до обследования в начале, пройти электрокардиограмму, консультации терапевта, кровь сдается, моча, какие-то базовые анализы, мы, конечно, сдаем до операции, люди задают эти анализы, и если нет каких-то соматических заболеваний, которые декомпенсированы совсем, то есть мы всех берем на операцию, эта операция очень легко переносится больными даже в пожилом возрасте. Ирина Сергеевна. Да, я хотела добавить, что у нас каждую операцию в обязательном порядке сопровождает анестезиолог, то есть он перед операцией смотрит пациента, меряет ему артериальное давление, если оно оказывается повышенным, потому что не секрет, что в основном это возрастные пациенты, и артериальная гипертензия она в общем-то у подавляющего большинства имеется место быть, а тут еще такой стрессовый фактор. Я анестезиолог, в общем-то сопровождает этого пациента, что-то там медикаментозно помогает ему успокоиться, в первую очередь за руку подержать, это тоже очень важно во время операции. У нас, как правило, все проходит очень легко и спокойно и хорошо. касаемо анестезии, опять же, тоже, я наблюдала в больницах, вам какую анестезию? Получше или есть такие вам в больницах. во-первых, это операция, если мы говорим про экстракцию катаракты, она не под наркозом, ни в коем случае под местной анестезией. Местная анестезия вообще в каплях у нас применяется. То есть это просто закапывание в глаз каплях и все. Да, анестезиолог смотрит за общим состоянием, за давлением во время операции. Может какие-то препараты седативные дать, успокаивающие. Контроль давления в первую очередь. Так, снова обращаемся к вопросам. При выходе на улицу у меня постоянно слезятся глаза, даже если нет ветра. Что это, как от этого избавиться, Ирина Валентиновна? Скажите, пожалуйста. Ну, существует, так сказать, у нас слезный аппарат глаза, слезоотводящий аппарат и слезопродуцирующий аппарат. Здесь нужно смотреть передний отрезок глаза. Погружены ли слезные точечки в слезное озеро? Проходимы ли слезные пути? Бывает сужение слезных точек, бывает неправильное расположение нижней слезной точки при отонии нижнего века. Она в основном забирает слезу в слезный мешок и, так сказать, уводит слезно-носовой канал. Надо смотреть слизистую оболочку глаза, исключать, так сказать, синдром сухого глаза, который тоже дает, как ни странно, слезотечение. Для того, чтобы смачивать роговицу, существуют в слизистой оболочке глаза железы слизистые, бакалавитные клетки и железы, которые вырабатывают слезную жидкость. Слезная железа в верхнем наружном квадранте частичного орбита, частично конъюнктивой верхнего века снаружи, она работает как пожарная команда для смыва инородного тела при глубокой зевоте, слезах радости и горе. А так она молчит и смачивает роговицу железа, которая в конъюнктиве находится. Надо определить слезопродукцию. Нужно подобрать правильно, возможно, слезозаменитель, который восстановит слизистую часть слезной пленки и водную часть, а может быть у человека блефорит, воспаление краев века или дисфункция жировых желез век. Когда мы смыкаем веки, мы не знаем, что у нас жир из хрящей, здесь такие железы, их по 20 штучек где-то в каждом хряще, этот жир не дает испаряться слезной пленке. Тут много всего. Кажется, такой простой вопрос, но очень индивидуально. И, кстати, роговица, если она будет страдать от того, что нарушена слезная пленка, она будет мутнеть. Поэтому это очень важно проверить. А если очень легкий, такой вопрос, что-то попало в глаз, допустим, не можешь проморгаться, что нужно делать? Чувство инородного тела, может быть, даже если не что-то попало в глаз, а просто кератит, воспаление роговицы. Понимаете? Вот проснулась, что-то попало в глаз. Пришла к доктору, что-то попало. Есть народное тело? Нет. Есть инфильтрат на роговице, как правило, герпетической природы, то есть вирусной. Но если попало в глаз что-то, что-то такое, химическое, химическое, будьте, пожалуйста, осторожны со щелочами. Щелочь, она дает некроз, как по-научному, коллекационный. Она, если попала в глаз, она будет что делать? Она будет размягчать ткань. Даже сначала человек не поймет, какая, и врач не поймет, какая степень это ожога. Первая помощь какая должна быть? Держите подальше щелочи от детей. Промыть как можно больше проточной водой, промывать, 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 и бежать срочно к офтальмологу. Срочно, немедленно. У нас работает, допустим, 7-я горбольница, дежурные врачи, у нас работают областные дежурные врачи. Сразу из приемной покой вызывается врач. Если к нам придут, мы тоже поможем, конечно, хотя мы по скорой помощи не работаем. Щелочь очень опасна. Кислота, она лучше. Ну, лимоном брызнули, защипала, может быть, первая степень ожога роговицы, конъюнктивы, но никогда не будет, конечно, если это не какая-то концентрированная кислота, которая просто выжит все, будет, коагуляционный некроз. Но щелочь может обмануть. А если перенапряжение покраснело глаз, что делать? Я... Можно, да, ответить? То есть лоб покрасный, становится такой налитой. Перенапряжение, это что это? Допустим, мы сидим за компьютером. Мы так устроены, что мы, когда сосредотачиваем на чем-то внимании, мы редко моргаем. Из-за этого пересыхают роговицы, расширяются сосуды, склеры. И вот именно вот это вот и вызывает беспокойство больше всего. Мы обычно рекомендуем тем пациентам, которые много времени проводят за компьютером, за мониторами, пользоваться увлажняющими каплями, прям вот как настольными. Ну, что-то такое вот должно стоять, увлажняющие капли глазные, и... Почувствовали закапки, дальше пошли работать. Да. Остается... Ну, а еще тут один вопрос. Если глаза краснеют и устают при работе с компьютером, где действительно, во-первых, когда всматривается человек вот в эти точки, в пиксели, из которых составлены буквы, цифры, знаки, идет дрейф, и вовратные движения, замирание взора. Да, действительно, редкое мигание. Нужно иногда слезные капли применять, не забывать моргать за компьютером. Но есть еще такая проблема, плюсовая оптика. Плюс оптика. До двух-трех диаптрий глаз аккомодируют для дали, чтобы хорошо видеть. До 30 лет вполне нормально, даже позднее, может быть, чуть-чуть. А для близи нужно еще плюс 3 диаптрии. Получается плюс 6, да, если, допустим, плюс 3 для дали. И что получается? Мышцы глазные вот так вот напряжены, застаивается там кровь в целярной мышце. Это передние целярные венулы, передние конъюнктивальные, они все сопряжены, и будет красный глаз. Если глаза устают, вот так очень сильно, тут ломит, и слезятся, то, может быть, даже здесь пойти к врачу и подобрать правильные даже очки. А вот рекламируют перфорированные в дырочку очки. Какую пользу они приносят? Они ослабляют напряжение аккомодации. Вот, только не надо ходить в них по улице и смотреть на солнце, а то через маленькую дырочку солнцем можно прижить даже сетчатку, если посмотреть, так неудобно. Вот, если они куплены в оптике, они настоящие, неподдельные, то расслабление, аккомодации, да, можно. Но они не могут до конца решить всех проблем. Ну, они, да, не могут до конца снять всех проблем. Они применяются для лечения привычной напряжения аккомодации у детей, допустим, которые приведут к развитию близорукости. Вот. Могут их носить люди в офисные работники, иногда разгружать, так сказать, свое зрение. Юрий Николаевич, есть мнение, что нужно покупать очки на одну диоптрию меньше, чтобы глаза не расслаблялись, а работали. Так ли это на самом деле? Ну, мы считаем, что нет. Потому что как близорукость, так и гиперметропия должна коррегироваться полностью. В каких случаях и при каких... А, вот это-то я уже вопрос задала. Ну, так вот, мы медленно и верно с вами подходим к концу нашей программы и суммируя все то, что мы с вами говорили, хотелось бы для наших зрителей дать реальные советы. Значит, если заметили какие-то особенности или нарушения, сразу нужно обратиться к специалисту. Как этого специалиста подобрать? Как выбрать клинику? Ирина Сергеевна, еще раз нам расскажите. Ну, любая клиника, любое медицинское учреждение, которое занимается проблемами здоровья, должна иметь лицензию. Значит, пришла, спросила у вас, есть лицензия или нет? Как правило... Она всегда? Да, на стенде информационном, да. Там же находится перечень, список врачей, которые, да, работают. Мне кажется, что сарафанное радио, я вот люблю такое слово, оно, в общем-то, тоже имеет значение. То есть, как правило, когда нужно к кому-то обратиться, начинаешь сначала, да, вот... А вот ты где делал? А где ты делал? А кто врач? Да, да. И это тоже важно, и, в общем-то, достоверно, я бы сказала. Интернет, отзывы... Интернет, это такая вещь, она как бы... Она и очень хорошая вещь, да, потому что информации мы очень много получаем именно оттуда. Абсолютно верно. Иногда читаешь и думаешь... Очень много информации недостойны внимания, на самом деле. А как выбрать специалиста? Бытует мнение, что чем дольше человек находится в профессии, тем более, скажем, он обладает опытом. Это правда. Большим. Еще как-то молодых, например, избегают специалистов. Так ли и нет? Ну, я не знаю, клиника у нас работает, Инна Сергеевна, 16-й год, по-моему, да? Да, 16 лет. Да, 16 лет. Выросли уже дети, стали уже родителями, приводят нам своих детей. Мы им останавливали близорукость. Значит, мы им делали рефракционную хирургию роговицы, то есть избавили их от очков. Вот. И, в общем-то, здесь... Какое должно быть образование? Опыт? Вот здесь конкретные рекомендации. Если увидел, что, например, кандидат медицинских наук, какую роль играет это в практике? Ну, определенную роль, конечно, играет это. Заболевание, допустим, ретинология, это целая область. Чтобы в ней разобраться, нужно, так сказать, очень углубленно все это изучать и, в общем-то, встречаться с этими патологиями довольно долго. Но нужно иметь лазерный парк хороший и очень хорошие машины, которые могут позволить и увидеть, и вылечить это все. В общем, это оборудование у вас есть. Это оборудование, да. Расскажите про свою команду. Вот, когда мы с вами встречались в другой программе, которая называется «Прямой эфир», мы сказали, что в гости придет удивительный альфтальмохирург, вот, что таких, как вот наш гость, очень мало. Юрий Николаевич считается одним из лучших. Вот как нам определиться, кому идти? Ну, если мы говорим о Юрии Николаевиче, Юрий Николаевич, да, он у нас действительно уникальный. Он первый альфтальмохирург в Тверской области, который начал заниматься малоинвазивной хирургией катаракты, лазерной, да. Еще работая в Волочке. Еще заведующим отделением Волочке. Да, он трудился там в заведующем отделении и был таким вот известным доктором. Потом, когда открылась уже наша клиника в 2004 году, это была клиника «Взгляд». 16 лет назад. 16 лет назад, да. Наталья Алексеевна пригласила, очень-очень попросила Юрия Николаевича. А почему поменяли название? Поменяли название, потому что в 2013 году ушла из жизни основательница клиники Иванова Наталья Алексеевна, и мы приняли решение увековечить ее имя, потому что это был необыкновенный человек, очень талантливый руководитель, и мы стали называться клиника современной офтальмологии имени Ивановой Натальи Алексеевны. Еще какие специалисты у вас есть? У нас, ну, в основном-то это офтальмологи, конечно, но и вот есть анестезиолог, который, как я уже говорила, сопровождает каждую операцию, помогает нам очень. Вам слово. Ну, собственно, я занимаюсь ретинологией, давно занимаюсь. Все, так сказать, боятся красного глаза, слезотечения. Это, конечно, можно вылечить и нужно лечить, но заболевания сетчатки проходят очень мягко, спокойно и проявляют себя чем? Допустим, появляются плавающие помутнения перед глазом, которые увеличиваются, особенно опасно, как табачная пыль. Это может говорить о разрыве сетчатки, сверкании. Когда сетчатку, она двигается, допустим, в области разрыва или ее что-то тянет, она может давать только, она боли не даст, она не дает боли, там нет нервов чувствительных, она будет давать светоощущение, сверкание. Искажение предметов, метаморфопсии. Пропадают буквы, читает человек, как будто буквы пропадают. Цветность уменьшается. При возрастной макулярной дистрофии не такие яркие цвета. Потом появляется серое пятно перед глазом, сероватость какая-то. Вот это очень опасно. Вот это симптомы, на которые нужно обязательно обратить внимание. Нужно обязательно прийти. Потому что вот основное, от чего бывает слепота и слабовидение у взрослых людей, это глаукома, это нарушение кровообращения в сосудах сетчатки, это возрастная макулярная дистрофия, которую мы, собственно, лечим. Мы можем ее наблюдать, мы можем ее лечить, мы делаем инъекции внутри глаза, которые снимают отек сетчатки при влажной форме дистрофии. Вот. И наблюдаем за этим. С помощью аппаратов вот такие небольшие симптомы, нужно на них внимание обращать. И вообще обязательно каждый год людям после 40 лет нужно обращаться к офтальмологу по месту жительства. А часто офтальмологи по месту жительства отправляют к нам, потому что у них нет таких машин, с помощью которых можно зафиксировать заболевание и следить за ним, и лечить. Так сказать, мы работаем в контакте и, собственно, и с областной клинической больницей, и с кафедрой глазных болезней Тарапыгином Сергеем Григорьевичем. И очень дружим мы с офтальмологами на местах тоже самое. В общем-то, мы здесь все друг друга знаем и давно помогаем пациентам. Юрий Николаевич, ну приглашайте в клинику. Скажите важные слова для своих пациентов, будущих и нынешних. Уважаемые пациенты будущие наши. Мы очень хотим, чтобы вы следили за своим здоровьем, особенно за зрением. Приходите к нам. Мы всегда рады вас видеть. Мы поможем вам, чтобы вы действительно продлевали свою жизнь, видели мир красивым, сказочным и профессионально трудились до конца своих дней. Ну что же, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на вопросы, даже, может быть, не самые корректные, но, тем не менее, они были настоящие от наших жителей Тверской области. Думаю, что мы еще поднаберем немного, пригласим вас в студию для того, чтобы вы компетентно ответили на все вопросы, проконсультировали наших телезрителей и слушателей. Спасибо, что пришли к студию. Всего доброго. Это была тема дня. С вами Ирина Кузина была. Всего доброго и до новых встреч.